Здравствуйте! В день старта Олимпийских игр в Сочи приглашаем вас на дистанцию. У нас главные спортивные события Вологодчины, но и об Олимпийских играх тоже пойдет речь. Сегодня в программе. История Олимпийских успехов Вологодчины. С соперником мы знакомы были, но это никто не из США. Алмаз обеспечил себе участие в плей-офф чемпионата МХЛ. Мы будем искать все лучшее сочетание в тройках, чтобы уже подойти к плей-оффу. Последние новости из хоккейного клуба «Северсталь». Переходим к хоккею. В чемпионате молодежной хоккейной лиги большого перерыва на Олимпийские игры нет. Зато дело неуклонно движется к плей-офф. На этой неделе Алмаз проводил очередные матчи на своей площадке. Капитан перед приездом Череповец занимал последнее место в западной конференции МХЛ. Однако ступенские хоккеисты не выглядели мальчиками для битья. После смены главного тренера подмосковная команда заметно преобразилась. Я хорошо знаю Игоря Горобенко, тренера, капитана. Он приступил в паузе к работе. И команда по сравнению с домашними играми двинулась вперед. На мой взгляд, очень сильно появилась и скорость, и физики не уступают. То есть соперник достойный. Нужный для Алмаза результат на табло появился не сразу. Подмосковные капитаны сражались с алмазовцами на равных. Судьба матча решилась во втором периоде, в котором череповецкие хоккеисты отличились дважды. Сначала уже на первой минуте гол забил Артур Чуиляев, оказавшись на пятачке с глазу на глаз с ротарем. За две минуты до второго перерыва ошибкой защитника очень неловко воспользовался Сергей Купцов. В финале штурм гостей череповчане выдержали и победили со счетом 2-0. Сказали нам, команда цепляет там некоторых. Ну, как бы команда очень опасная. У нас был настрой запредельный, поэтому результат на табло. Перед повторной встречей с капитаном Иступина у Алмаза накопилась завидная сухая серия. В двух матчах подряд череповчане побеждали на ноль. И половину этой игры Алмаз провел аккуратно в обороне и продуктивном атаке. Дважды Купцов, а также Баранов и Цепнятов забросили в ворота соперника 4 шайбы. К 29-й минуте на табло светился очень приятный результат. 4-0. Я играл здесь в начале сезона. Очень заметно прогрессирует. И, в принципе, я уже вот когда пришел, я уже не скажу, что она такая молодая по игре именно, а не по возрасту. И, как бы, видно, что добавили ребята. В принципе, приятно играть. Далее капитаны смогли два гола отыграть, прервав сухую серию Алмаза. Но точку в матче поставила череповецкая команда. Шайбу ворота соперника забросил Лоханов. В итоге 5-2 победа Алмаза. Мы все были готовы. Может, сбились на их уровень. И, как бы, в их игру, может, где-то играли. Но, в целом, уверены победы. В общем, 2-0-5-2. Тут нечего сказать. 6 очков. Идем дальше. Место в плей-офф Алмазу практически гарантировано. И мысли тренеров уже скорее именно там. Сейчас уже пытаемся собрать те сочетания. Там ребята из высшей лиги возвращаются, с которыми нам будут играть в плей-офф уже. Вот завтра, я думаю, надеюсь, Бучевич будет играть. Он ни одной игры не провел за нашу команду. Чтобы он играл в плей-офф, и нужно заиграть его. То есть планируем завтра уже, чтобы он вышел. И будем искать все лучшее сочетание в тройках, чтобы уже подойти к плей-оффу. Особенно с играми в Ярославле, с Ригой. В тех сочетаниях, в которых мы наилучших сочетаниях можем сказать. А к соперникам присматривались уже? С кем присмотрели возможно играть? Нет. В принципе, мы три раза были в плей-офф. Там любой соперник, это совершенно другие игры. И, в общем-то, тут не надо выбирать, с кем играть. Нужно настраиваться на другой совершенно хоккей. Если этот настрой будет, то можно преодолевать барьер. Последний домашний матч и первого этапа чемпионата «Алмаз» проведет против чеховских «Витязей». А затем предстоят еще шесть игр на выезде. С «Витязей» хэт-трик тогда получается от меня надо ждать. Да нет, я как бы не гонюсь за голами или басами, очками. Главное остаться в восьмерке. У нас такая задача в своей конференции, в своем дивизионе. Так что больше на команду. В континентальной хоккейной лиге перерыв до 26 февраля. Есть время собраться и силами, и мыслями. Некоторые итоги прошедшего отрезка турнира и последние новости из «Северстали» в нашем следующем сюжете. В новом году «Северсталь» заметно преобразилась. Главное, команда стала набирать очки. В 2014 году «Череповчане» показывают один из лучших результатов западной конференции по набранным очкам. В 11 матчах «Северсталь» набрала 21 очко, то есть 63,5% от возможного. Лучший процент только у трех команд – «Донбасса», «Медвещак» и «Льва». Но главное, что результат намного лучше, чем у прямых конкурентов за последнюю путевку в плей-офф. В результате отставания от 8-го места всего 4 очка. Правда, и это достаточно много, учитывая, что осталось всего 4 тура. Между тем, Ярославский «Локомотив» уже во второй раз в сезоне сменил главного тренера. Вместо Петра Воробьева командой теперь руководит канадец Дэйв Кинг. Есть громкое изменение и в составе «Северстали». Двукратный чемпион мира Николай Жердев покинул команду, как объявлено по обоюдному согласию сторон. Действительной причиной прекращения сотрудничества стал очередной проступок игрока, связанный с грубым нарушением дисциплины. Зато этот месячный перерыв позволит заметно освободить лазарет команды. Ожидается возвращение в строй почти всех травмированных, включая Александра Шинина. Не приходится рассчитывать только на троих – Николая Бушуева, Алексея Медведева и Пахудина Гимбатова, для которых сезон уже досрочно завершен. А вот лучшим игроком «Северстали» в январе признан голкипер Якуб Штепанок. Причем болельщики выбрали Чеха уже в четвертый раз и вполне заслуженно, что подтверждает и очередное его высокое место в рейтинге лучших вратарских сейвов. Якуб Штепанок стал лучшим среди голкиперов, уступив первую строчку только, как это ни странно, защитнику «Авангарда» Мирославу Блатику. Любопытно, что шестое место в этом рейтинге занимает Василий Кошечкин. Далее на пятой строке еще один экс-вратарь «Северстали» Иван Касутин, отличившийся уже в форме торпеды. А вот Штепанок был отмечен за свой супер-сейв в игре в Загребе против Медвежчака, который, по сути, принес череповчанам дополнительное очко. А на сладкое – вот этот подвиг Блатика на позиции вратаря. 7 февраля – исторический день. Стартуют первые в истории России зимние Олимпийские игры. Естественно, не осталось в стороне от этого грандиозного события и Вологодская область. Сегодня вспомним наши былые олимпийские достижения и расскажем, каким образом Вологодщина будет представлена в Сочи. В истории вологодского спорта были разные периоды. Не всегда удавалось отправить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры. Но впервые это произошло в далеком 1960 году. На Олимпиаду в американский Сквовелли отправилась вологодская конькобежка Тамара Рылова. И там она смогла завоевать бронзовую медаль на дистанции 1000 метров. Это была первая олимпийская награда в истории Вологодской области. Следующего олимпийского успеха пришлось ждать 20 лет. И снова США. Теперь уже лайкплейсер. Выпускник Вологодского педагогического училища Анатолий Алябьев сенсационно побеждает в биатлоне на дистанции 20 километров. В лайкплейсе трасса тяжелая. Подъемы большие, спуски длинные. Прихожу на стрельбу, 4 выстрела делаю. Чувствую хорошо. И меня потом как что-то пробило, как заклинило. Руки заколотил, я думаю, да господи. Я взял винтовку, снял вот так, положил, ну как бы опустил винтовку. Потом к себе беру, изготавливаюсь снова. Меня дрожь пробила в ноге. Я думаю, вот это да. Я про себя спокойно, вот так, знаете как, Алябьев, спокойно, только не дерни, только не дерни. Два раза присел и потом стал стрелять. И все попало. И у меня как-то второе дыхание. Тут уже думаю, вот здесь я уже не сдамся. Финишил и в итоге я все выиграл 16 секунд. А затем была эстафета, в которой Алябьев бежал на последнем этапе и сохранил добытое товарищами преимущество. В итоге вторая золотая медаль, а перед этим еще была и бронза в спринте. Алябьев один из главных героев той Олимпиады. Спустя 4 года в Сараево в активе Волокжан снова золото. На этот раз триумфально на Олимпийском овале выступает череповецкий конькобежец Сергей Фокичев. В тяжелых погодных условиях на открытом катке он быстрее всех преодолевает дистанцию 500 метров. С соперником мы знакомы были, вот Ник Томец из США. Когда мы вышли на старт, то он, видимо, волновался очень сильно, потому что сразу же первый фальшстарт принадлежал ему. Нас вернули. Когда мы второй раз стартовали, то он уже сидел мертвый. И я как-то благополучно ушел сразу же от него. Вместе с Фокичевым область и страна узнает имя его тренера Александра Калинина, который подготовит еще не одного спортсмена мирового уровня. И с тех пор коньки становятся флагманским олимпийским видом спорта для Вологодчины. Проходит еще 4 года. Канадский Калгари и следующая золотая медаль. Волокжане Николай Гуляев обидно падает на 500 метровки. Затем на дистанции 1 тысяча метров обыгрывает всех звездных конкурентов. И приносит сборной СССР и Вологодской области золотую медаль чемпиона. А вот Сергей Фокичев на этих играх занимает обиднейшее четвертое место. На следующей олимпиаде мы вновь не остаемся без золота. Хотя оно уже и не столь очевидно наше. Воспитанник Череповецкой школы хоккея Дмитрий Юшкевич, который в то время уже был московским динамовцем, в Альбервилле в составе сборной СНГ добывает золотую медаль. В финале со счетом 3-1 повержены канадцам. Еще одну медаль серебряную Юшкевич выиграет в 1998 году в Нагано. На тех же играх в Японии, родившейся в Никольске, биатлонистка Альбина Ахатова выиграет свою первую серебряную олимпийскую медаль. Спустя 4 года в Солт-Лейк-Сити Ахатова добавляет в свою коллекцию бронзу. А настоящий триумф приходит в Турине. В Италии Ахатова дважды бронзовая, а затем участвует в эстафете, где бежит еще одна биатлонистка, родившаяся на Вологодчине, Анна Багалий. В результате российская четверка с блеском выигрывает гонку, а Ахатова финиширует с российским флагом в руках. Немецкая команда достаточно сильная, но девчонки настолько все сработали здорово. То есть по максимуму можно сказать, что каждая завевала свою индивидуальную медаль на своем этапе. В Турине дебютирует на Олимпиаде и конькобежит Иван Скобарев, но пробиться в призеры не получается. Его час придет через 4 года в Ванкувере. В Канаде Иван сначала выигрывает бронзу на 5-километровой дистанции, затем серебро на дистанции вдвое длиннее. И вот игры 2014 в Сочи. В Вологодчине будет два представителя, и один из них снова конькобежец Артем Кузнецов. Любопытное совпадение. Сергей Фогичев выиграл золото в Сараево 10 февраля. И в Сочи конькобежцы будут состязаться на 500-метровке также 10 февраля. В этот день на старт выйдет Артем Кузнецов, который, кстати, от помощи Сергея Фогичева никогда не отказывался. Мы общаемся уже очень давно, где-то там, уже больше 10 лет. То есть мы и в футбол здесь играли, и в Москве он там помогал нам всегда. В принципе, часто созваниваемся, да, я иногда спрашиваю, как у него были ощущения. То есть, когда у меня что-то не получается. Чемпионский настрой. Ну, я уже только что ответил на этот вопрос пару минут назад. Да, конечно, хочется, много чего хочется, но надо работать, надо проходить процессы, а не так, что сидеть на одном месте, а хотеть быть вон там. И тренер Фогичева и Кузнецова один и тот же Александр Калинин. Он тоже в Сочи и верит в успех наших спортсменов. Хочется положительного исхода, а положительного только медаль, ну, успешное выступление своих воспитанников. А так, я думаю, что наши конькобежцы выступят достойно. Медали будут, и золотые должны быть. В 1984 году Фогичев и Калинин были представлены государственным наградом. Вышим руководством было тогда не до спортсменов. Выиграл Олимпийские игры 10 февраля. Вот, в этот день, в этот день в Советском Союзе тогда умер Андропов. То есть, я вот, моя победа, она как-то наложилась на такое печальное событие. Поэтому нам не рекомендовало было радоваться, потому что флаг СССР был приспущен. Череповцы же Сергею вручили чайный сервиз. Сейчас призовые несравнимо выше. Назначены они не только на уровне российского правительства, но и на областном. В соответствии с региональным законом о физической культуре и спорту, как спортсменам, которые добиваются выдающихся результатов, так и тренерам, будут выплачиваться единоразовые премии. Это 350 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч за второе место и 250 тысяч за третье место. Второй представитель всей Вологодщины будет лыжница Юлия Чикалева. Своими последними достижениями Юлия дает повод надеяться и на ее олимпийскую медаль. Первый старт Чикалевой в Сочи состоится, скорее всего, уже 9 января. Но кроме спортсменов, Вологодская область будет представлена в Олимпийском Сочи достаточно широко и ярко. Дед Мороз был признан официальным Дедом Морозом Олимпийских игр в Сочи 2014 год. Нам выделили самое хорошее место в Олимпийском парке, буквально 250 метров от Олимпик Плаза, рядом с ледовыми катками. Как раз место, через которое будут проходить 75 тысяч туристов и болельщиков ежедневно. Представляете, какое количество зрителей и телезрителей увидят резиденцию Деда Мороза и самого Деда Мороза. Конечно, это популярность Вологодской области, конечно, это продвижение туристического продукта. Конечно, мы покажем всю самобытность нашего северного края. Это будет место притяжения многих-многих тысяч болельщиков. И, конечно, мы будем чествовать там и приглашать туда олимпийцев. Кстати, сам губернатор Вологодщины также планирует посещение Сочи. И как официальное лицо, и как болельщик. На этом дистанция подошла к своему финишу. Снова встретимся через неделю в это же время. Болите за наших спортсменов на Олимпиаде и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова